Уборочная компания в Локтевском в самом разгаре. Работы ведут оперативно, немного мешают дожди, но все же район в лидерах по уборке. Аграрное предприятие «Колос» под руководством Сергея Бенслера выращивает мягкие сорта пшеницы. Сейчас в приоритете местные новинки «Юнион» и «Тобольская». На предприятии регулярно приобретают новые трактора, комбайны, пассивные комплексы. Уборка в два раза превосходит тем, как пришло. В Локтевском уже собрано 60% урожая зерновых. Об этом рассказал губернатору, министр сельского хозяйства края. В других районах ситуация похуже, но в целом темпы уборки в регионе можно назвать хорошими. 25% на сегодняшний день мы убрали, 730 тысяч гектар зерновых. Намолотили 1,6 млн на сегодняшний день. 90% у нас озимой убрано. Урожайность у нас выше уровня прошлого года была порядка 20 центов с гектара. В этом году 35 центов с гектара. Есть еще один повод для радости. Спустя 10 лет простоя в Локтевском районе заработал Успенский элеватор. Его руководитель Анатолий Волженин рассказал главе региона о капремонте всех производственных помещений, о приобретении нового зерноочистительного комплекса автоматической линии для фасовки продукции. На данный момент общая мощность хранения элеватора вместе с годами плюс-минус 130-150 тысяч тонн. Глобальный ремонт в Локтевском в последнее время пережил не только элеватор. 2 сентября после капремонта учащихся примет гимназия номер 3. Два года ребятам и педагогам пришлось учиться в здании соседней школы. Зато теперь их встретит объект, который построили по индивидуальному проекту. Нам заменили освещение, отопление, канализацию. У нас красивые стены. Не знаю, у нас очень красиво. Интересно очень сочетание цветов. Да, синяя, коричневая. Это корабль. Это корабль знаний. Мы тут будем жить, мы тут будем учиться, будем проводить мероприятия, участвовать в конкурсах, в олимпиадах, побеждать. За счет средств краевого бюджета провели также капитальный ремонт кровли центральной районной больницы, отремонтировали кабинеты и помещения детской консультации, заменили лифты, установили систему видеонаблюдения и новое ограждение. Без тесного взаимодействия с властями региона подобные изменения в разных сферах Клопцевского района вряд ли могли бы произойти, отметила глава района. Те проекты, которые мы делаем, проектно-смертную документацию, нас поддерживают, выделяют деньги, и мы делаем. Это и ремонт из сельских домов культуры. Вот в прошлом году отремонтировали два, в этом году есть проектно-смертная документация еще на два сельских дома культуры. По ее словам, есть планы на масштабную реконструкцию котельных. Их хотят вывезти с территории города. Ведется также глобальный ремонт тепловых сетей. Преобразился местный парк, где прогулялись гости из Барнаула. В рамках разного рода встреч губернатор поблагодарил власти района за сотрудничество и за достижения, прежде всего, в аграрной сфере. Без вашей работы, без влияния Клопцевского района на весь агропромышленный комплекс, наверное, Балтайский агропром был бы между собой. А так вот он, значит, с вашими вещами, конечно, сильный, неузнаваемый. По итогам рабочей поездки в своем телеграм-канале губернатор отметил, что в Локсевском районе сделано очень многое, чего ждали и жители Горняка, и других населенных пунктов. И добавил, план работ на будущее планируется расширить. Татьяна Голубева, День с толком. Субтитры подогнал «Симон»